Они уже не в кителях. Простая спортивная форма. Лейтенанты и генералы практически в равных условиях. Когда еще такое увидишь? Только нормативы для всех разные. Для тех, кто постарше, испытания полегче. Но бегут все. Скорость, ловкость, сила и выносливость. Вот качества, которые в первую очередь оценивают судьи. Четыре дисциплины на выбор. 100 метровка, 60 метров, челночный бег или тройной прыжок с места. Его военные переняли у натовцев. Это только первый этап, пока практически все выполняют упражнения на ура. Один офицер даже рекорд установил. 60 метров за 7,6 секунды. Это максимальный результат, который в нормативах есть. Полдела сделано уже в первой части контрольной проверки. Проверка навсегда подводила чертова физической подготовки своей. Соответственно, смотришь на уровень свой, подтягиваешь слабый момент. Все закончили упражнение. Можно узнать результаты. Восьмой номер. 9 и 1. 30 баллов. Свободны. По баллам и будут определять, насколько офицер подготовлен. После забегов и прыжков отцы командира идут мериться силой. Здесь тоже можно выбирать подтягивание, жим гири или отжимание. Только называется все по-военному. Например, это не отжимание, а сгибание и разгибание рук в упоре лежа. И здесь все гладко. Да мы даже не волнуемся, шутят офицеры. Опасений нет. Абсолютно никаких. То есть чувствую себя хорошо. И вы видите, все прекрасно чувствуют себя хорошо, готовы к сдаче. Поэтому покажем высокие результаты. На самом деле есть подозрение, что полковник Ясников лукавит. Как же тут не волноваться офицерам старшего и высшего состава, когда на тебя смотрят те, кто в звании пониже. Даже генералы не скрывают. Груз ответственности есть. Каждый офицер, тем более офицер, дослужившийся до генерала, должен знать, что на тебя вот эти смотрят лейтенанты, которые приходят сегодня. И я не могу быть хуже подготовлен, чем этот офицер. А тот офицер, который не мечтает стать генералом, это просто не офицер. Поэтому у всех впереди большой жизненный путь, у каждого военнослужащего. И думаю, что то, что показывает нынешнее управление армии, это достойный пример всем начинающим офицерам. Есть здесь и другой стимул. Для того, чтобы стимулировать физическую подготовленность военнослужащих, сделали физические уровни. Эти физические уровни, характеризующие наше общее состояние военнослужащих, идет теперь до плата финансовой. Поэтому теперь военнослужащие, выполняя упражнения, стараются набрать как можно больше баллов, чтобы получить как можно больше денег денежного содержания. Поэтому очень выгодно, очень хорошо. На деле это выглядит так. Если офицер сдаст нормативы на высшую категорию, то он может рассчитывать на надбавку размером в оклад. Так что есть ради чего стараться. Перед заключительным испытанием на выносливость военные с тревогой посматривают на таблицу нормативов и подсчитывают, сколько еще нужно баллов добрать. Все на дистанцию. Для поднятия боевого духа даже оркестр организовали. Так что бегут с музыкой. Но не зря говорят, последний бой, он и правда трудный самый. Кто-то не выдерживает. Шесть минут для полутора километров – это слишком много. На высшую категорию теперь трудно рассчитывать. Между прочим, если все остальные упражнения выполнить плохо, могут и уволить. В России такие случаи уже были. У нас нет. Напротив, средняя оценка – четыре. Много и отличников. А рекорд испытаний – 245 баллов. Александр Быков, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ.